Всем приветик, доброе утро! Наш влог сегодня начнут сразу с готовки. На завтрак хочу приготовить пирог творожный. У меня остался творог. Срочно из него нужно что-нибудь сделать, иначе он у меня попадет. Нам понадобится творог, масса сливочная, яйца, сахар и мука. И Ксюша нам понадобится. Так, первое у нас яйца, сахар, творог. Тщательно перемешать до состояния однородной массы. Начинка готова. Творог, яйца и сахар. Мы пирог делаем, а не открываем календарь. И там... Ой, я его ненавижу. Почему? Он такой странный и плохой. Смотри, как он выглядит. Он в этом сидит. У него мозги наружу. А еще в инвалидном кресле. Мы же смотрели с тобой этот мультик. Да не смотрела я этот мультик. Ты с кем-то другим смотрела. Нет, мама, мы тут смотрели. Я не смотрела, с папой, может быть, ты смотрела. Значит, еще будем нас смотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Пока печется пирожок, я загружаю видео новое. Еще побрызгай. А смотри, куда она залезла. Она скоро будет на макушку залазить. Ксюша, брызгай в нее. Смотри, что она делает. Пробуем пирожок. Новый пирожок. А что это за пирог? Это пирог. Как ты думаешь, с чем? С лимоном. Нет. С яблоком. Нет. С яблоком? С яблоком. Нет. Это коротый. Нет, коротый. Нет, ничего. С чем-то. С творогом. Ты любишь творог? Потому что они сырники. Я просто решила, думаю, что я буду с сырниками стоять. А тут поставила в печку и все. Вкусно, сладкий. Сладкий? Ну вот, видишь, поэтому не нужно в тесто добавлять сахар. Он все в начинке. Он как-то как сырники. Какой? Одиннадцатый. Я завтра свой буду уже открывать. Кто-то тут открывал, мама. Смотри. Тут открыто немножко. Смотри. Да, но она же не до конца. Она просто треснула. С одной стороны, видишь, треснула. Сережки. Наверное, какие-то там эти цепочки. Нет, это сережки. Просто такие. Видишь? А, гвоздики. Угу. Просто палочки. Пингвин. И пять пингвин. Они все, наверное, да, пингвинчики будут? О, не знаю. У тебя же уже пингвин попался один. Парковки переполнены. Приехали мы в детский магазин. Ну все, Рождество. Перед Рождеством всегда так. Все закупаются, подарочки покупают. Вот этот мы в прошлый раз смотрели, этого Бэби Йода. Он стоил сто с чем-то. А сейчас он стоит пятьдесят. Сколько он стоит? Да, пятьдесят. Цены они как-то меняют, непонятно. Ну и Макса нравятся такие фигурки. Старварс. Их там много. Она потеряла? У нее так много было разных. Она скажет, что она хочет пять таких. Она их все потеряла. Они новогодние, да, серия? Так, в общем, теперь бабушка выбирает на Рождество. У нас же бабуля на Рождество дарит Каролине. И мы смотрим куколок. И на день рождения. На день рождения мы уже там выбрали. Так, теперь вот смотрим куколок. Каролина собирает у нас такие. Вот это красивое. Ее можно раздевать. Да, у нее же там гардероб целый. Ну давай, купим такой. Мы только вернулись домой. Ты что? У нас теперь есть гладильная доска. Кто будет гладить? Я не. Маргарита будет гладить. Короче, мы, по-моему, ушли во втором часу. И сейчас уже пять. Представь себе, как мы долго ходили. Я себе порезала палец. Знаешь, как рассказать? Я себе его, короче, покромсала. Вот так вот. Упаковывали эти подарки. В детском магазине. И там вот этот, который скотч вот так вот оттягиваешь. И я оттягивала скотч, вот так вот дергаю, и он как бы не отрывался. И я нажимала. И я не знаю, ну я много раз нажала, а потом мы зашли в этот, в зоомагазин. И я думаю, что у меня палец болит? И я, короче, смотрю, у меня кровь идет. Думаю, где это я так? А потом посмотрела, у меня весь порезанный вот так вот в полосочку палец. Заказывала я через интернет, но они почему-то не могут найти наш адрес. Два раза нам отправляли нашу посылку, и она к нам не доходит. Мне пришлось все-таки пойти в магазин. Мама, это тоже сюда? Да. Все сюда? Да. Пошли мы в магазин и купили специально для мейн-кунов, для котят. Ройл-канин. У нас Бонни тоже кушает еду этой марки. Вот, поэтому будем покупать это. Я закажу через интернет 10 килограмм. Потому что вот такой маленький пакетик, здесь 400 грамм, это невыгодно брать. Даже на неделю не хватит вот этого пакетика. Поэтому я закажу 10 килограмм. Да, это я испачкала. Ну, как всегда, я беру вот этот корм. Мини-собачки взрослые. Два килограмм. Да, два килограмма. Боньки я тоже, по-моему, 10 килограмм закажу лучше сразу. Хотела я кошечке другую марку. Она, в принципе, такая же, как и Ройл-канин, но немножко подешевле. Да, Ройл-канин дороже, а там марка подешевле. Но мне не присылают, я не знаю почему. Она продается, этот корм только продается через интернет, а в магазинах его нет. Как она называется? Порта 21 я хотела купить. Поэтому Киса у нас тоже, значит, будет кушать Ройл-канин. Она уже поела, она как учуяла запах, ей очень понравилось. Вот этот Феликс с сухой корм, она вообще почти не ела, мало не понравился ей. Я же брала все эти. Да, это все в холодильник то, что. Ага, почти. Бабушка не выдержала, купила мне гладильную доску. Я-то на столе глажу, но ей нужна доска. Во что превратились наушники Ксюши? О, один наушник остался. Алло, прием, прием. Да. Все слышно? Он еще держится? Тут еще микрофон. Так, надо приклеить так. И вот новые. Райзер. Зеленые. Микрофончик есть? Алло. Оля, оля, оля. Багатель волюме мучо. Что мы купили для украшения? Вот такой вот подарочек. Он сделан из мишуры. Такой вот. Его можно, куда-нибудь его можно повесить. Я думала, вон туда на шкаф повесить, чтобы видно было. Дальше. Вот такая вот одна гирлянда золотая. Здесь так темно, нужно свет включить. Смотри, где-то принесет. Веточки вот такие, да. Шишечка заснеженная. Так, гирлянду тоже взяли. Такая вот она разноцветная. Еще и с пультом. Все, теперь светло. Так, кто это у нас? Это у нас олень. Сюда свечку можно ставить и зажигать. А это какой-то гномик, наверное, скорее всего. Ой, упал гномик. Еще одна веточка. Смотрите, какая классная с яблочками. Шишки, яблоки. Еще одна веточка. Там несколько веточек разных. Вот такая. С белыми, с красными. Еще вот белые ягодки. Вон он. Видишь, олень стоит? Да. Принеси. У нас такой тоже есть. Но я не смогла его найти в подвале. Какой он тяжелый. Искала я, искала. Но там так все заставлено и не смогла найти. У нас точно такой же. У него ножки удлиняются и укорачиваются. Вот. Думали елочку купить, но бабушка не захотела елочку в комнату. В принципе, у нее там... Она говорит, пальма у меня стоит, мне хватит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Сейчас будем звать бабушку, чтобы она посмотрела, какая у нее тут красота. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Идет? Закрывай глаза. Ксюша, открывай. Закрывай, закрывай. Закрывай, закрывай. Макс, веди бабулю. Открывай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Офигеть! Да, Максик, да? Офигеть, как красиво! Ну? Красиво? Красиво. Красиво. Окошечко, видишь, какое красивое уже. Красиво. Носочки. Тут вот свечка. Красиво веточки, да, встали? Красиво, да. Такие прям новогодние. Смотри, вот эта вот гирлянда. Есть пульт. Можешь включать свет, какой хочешь. Можешь включить белый, видишь? Можешь включить там, не знаю, фиолетовый, розовый, красный. Ну, в общем, можешь даже включить, чтобы они как-то мигали. Это ты мне подарок даешь? Это кукурузная палочка. Папа-фея ночью придет, принесет тебе монетку. Фионка! Хулиганка. Следующий больной. Это уже от меня. Мне кажется, принтер не дали. Заболел температура у него. Так, пожалуйста, никто не подходит к Максу близко. Нам не нужно это. Теперь по цепочке пошло. Посмотри. Папа сначала у нас заболел. Я от папы, теперь вот Макс от меня. Смотри. Папа, я в мотов царфейн. Куанта? Я 39. 39? Надо тогда укрывать. А мы сидим смотрим фильмы про Рождество. Хотела посмотреть фильм новый, который вышел. Он называется «Мальчик по имени Рождество». Но еще не вышел, оказывается, у нас. Хотя написано с 24 ноября. Видимо, в Швейцарии позже выходит. Кто еще? Кто смотрел этот фильм? Может, у кого-то уже показывают? Мама, мне надо кашлять. Смотри, какая чипятая большая. Давай быстрее сюда. Быстрее, быстрее, быстрее. У меня проблема, что она ушла. Говорят, попу поднял, место потерял. Папа, я поднял. Ты подняла, попу. Я подняла. Поломаются. Папа, я поднял. Папа, я забрал. Папу забрал. Папа, я забрал. А тут сидим. Тренируемся вязать. Маргарита хочет попробовать шапку связать. Еще можно варежки крючком связать. И шарфик. Да? Наборчик себе свяжешь. Вспоминает она, как вяжется. Они такие толстенькие, мягкие. Толстая пряжа. Ну что? Сначала тренируется, а потом уже будем вязать по схеме. Чтоб ручки набить. Зима только началась. Нужно успеть связать, чтобы поносить. Шарфик тоже. Или этот, как его называют еще. Снут, да? Который соединен и сшитый. Снут называется. И варежки. У нас, конечно, не так холодно пока. Косичка. В общем, пока только пробуем особого рисунка. Такого прям нет. Но вот здесь вот и высвечивается косичек. Две косички. Сейчас шапки в моде. Балаклава называется. Который я тебе показала, как шлем. Маргушу не понравилось. Не будешь такую носить? Нет. Нет? Это же хорошо, когда холодно. Только глаза открыты, рот закрыт. Интересно, сколько мотков идет. У нас такая шапка стоит... Вот я себе шапку покупала за 24, по-моему, что ли, франка. А вот такие вот нитки, два моточка, 200 грамм. Стоит 9 франков почти. Если на эту шапку уйдет 4 мотка, то, в принципе, да, конечно, дешевле связать самой. И ручная работа, тем более. Так, кто-то там кушает опять, а? Кто-то... А, это Бонни кушает. Я уже думала, что кошка еду ворует. Ну что? Давай посмотрим. Вот так вот получается. Как оно? К лицу прислони нормально? Мягкое? Вот так вот оно. Будем сегодня заканчивать влог. Монтировать я буду завтра, потому что уже час ночи. Если я сейчас начну, даже уже не... Пол второго. Да. Но... Маруша уже спит. Все. Всем пока. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok